Спасибо, мне очень приятно, красивый макияж, спасибо. В самом деле, я хотела попробовать карандаш синий, но видите, я его стерла, да? Он не под этот макияж вообще, и мне пришлось из-за того, что мне кое-что надо было сделать, мне пришлось сюда намазюкать тоже, в итоге не то, что у меня должно быть. Мы не игроки, мы просто научились решать конфликты. Ты на свою мать посмотри, долбоебина, иди сдохни. Кто будет такую хуйню писать, я буду отвечать негативом втройне. Нет, я не курю. Ну, думаю, что мы игроки, да, мы игроки, мы игроки. Да, сама делала макияж. Вот этот макияж, я думаю, выставлю завтра. Волосы-мычалка при колее их не высушила. Я с душа вышла, приколи. Что у меня с губами не так, я не понимаю. У меня неровные зубы, у меня прикус неправильный, я шепелявлю. Сколько татух? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Да, я вообще худею. Люди, которые пишут мне, что я уродина, у них, блядь, челки как горшок. У них зубы перекосаёбаны. У них глаз один меньше другого. Они краситься не умеют. Они, в принципе, ухаживать за собой не умеют. Они вообще некрасивые люди. Что внешне, что внутренне. И пишут мне ещё что-то. У меня нет ребёнка. Здравствуйте. Муся! Мусь! Кс-кс-кс-кс-кс! Сейчас я буду кошку звать, погодите. Мяу! Мяу! Она на этот звук только идёт. Мяу! 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 Мяу-мяу! Мяу-мяу! Мяу! Мяу! Мяу-мяу! Мяу-мяу-мяу! Мусь! Не, я не болею. Блядь, Муся. Муся! Ксс-кс-кс-кс. Блядь. Пошли искать кошку. Мусь, ты че? Пошли. Ой, ты че от меня уходишь? Малыха. Малыха. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Мяу. Мяу. Мила это. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Смотрите, моя малыха. Нет, еще не родила. Мучка. 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 Мучка, 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 мучка. Что такое? Муч. Блин, ёлка, у меня прям тут. Да, очень удобно с такими ногтями. Кого мы перевозили? Лобный снимает примерно два часа. Сыны назвала бы Тимур дочку Габриэла. Может быть, талант. Больно. Больно. Но это так. Пятисекундная боль. Кс-кс-кс. Не уходи, мучка. Ну, мучка. Иди сюда. Иди ко мне ножки. Иди в ножки. Иди в ножки. Ну, мучка. Милая моя. Милашка. Да, Рапунселя. За периметром Рапунселя не выживут. Нет, для волос ботокс не хочу. Мучка. Ой, пошла жаробасина. Нахуй ты, блядь, живешь. В смысле, блядь, кошку между ног с ее, блядь? Я положила сюда, блядь, рядом со мной, ебнутая. Реально, ебнутые люди существуют. Ирка, да, хорошая. Блядь, не важно, где Леша, ребят. Я выживу за периметром. Кто меня бесит на проекте, теперь не виноват. Мне разрешают животных, но мы взяли. Леша не первый мужчина. Не знаю, почему я не хочу ботокс. Грубая пиздец. Я грубо с ебнутыми людьми. Когда вы пишете мне бред, я буду отвечать вам втройне хуже. Поэтому не надо писать мне бред. Зубы болят от брекетов только, когда подтягивают. Спасибо. А я интимные отношения на показ не выставила. Вы не знаете, что у нас в интимной жизни. Наркоманка. Хм, интересно, почему я наркоманка? Ну да, мне так неприятно, непривычно. Какая пара нрав... Наверное, пара Саймона и Настя. У меня иногда не ставятся лайки просто. Я даже Лёше иногда не ставлю лайки, потому что мне просто кликается и не допускает. Спасибо. Мне завтра утром в зубной, и мне вставать через 6 часов. Да, Настя Молдаванка. Да, я самая молоденькая. Ты на островах? Нет. Нет, мы вообще не высыпаемся. Нет, это мой натуральный цвет волос. Я бомба. Пинчук не ушла, она в отпуске. Куда мы переехали? Спасибо большое. Спасибо. Я сама заработала себе на всю одежду, на все телефоны. С 18 лет. По ремонтизирую отношусь... Ну как, никак. У тебя отвратительное ебало. А ничего то, что я ходила в таких кроссовках до проекта. И до проекта я зарабатывала хорошие деньги. Тут я и зарабатывала нехорошие деньги. За проектом я зарабатывала больше. Блядь, твоя пизда насосала. Время полвторого вроде. Мои ногти. Да, Мандзир вообще очень, очень злой и странный, очень резкий человек. Я тут сижу, потому что это мой молодой человек. И мы подумываем о том, чтобы уйти. Не знаю, почему ее взяли. Я не курю. У меня нет целлюлита. Не надо оскорблять человека, коверкать его фамилию. Ой, блядь. Вот эти... Вот смотрите, я вам просто объясню. Минута эфира на ТНТ стоит 700 тысяч рублей. Минута. Меня показывают в день, но, наверное, минут так 15. Это так в общей сложности. Ну, в общем, 15-20 минут. Мне как бы похуй на вас, что вы мне пишете. На меня смотрят 60 миллионов человек. А то, что вы мне тут хуйню пишете, мне вообще поебай. Не, я без мата не могу, потому что ебнутые люди мне пишут. Я не знаю, кто курит на проекте. Не слежу за этим. Я не злая, как ко мне, так и я. Я пользуюсь сухими. 180 тысяч стоит бракеты. Да, больно ходить с бракетами. Так я не говорю, что мне все хуйню пишут. Я говорю, я отвечаю так людям, которые мне пишут бред. А то те, кто мне не пишут бред, я не отвечаю так. Я отвечаю на все вопросы нормально. На нормальные вопросы. На ебнутые я буду отвечать по ебнутому. Я отвечаю на все вопросы. У нас график 24 на 7. Минута стоит 700 тысяч рублей. Чтобы на ТНТ сделать рекламу, это очень дорого. Подтяжка 24 апреля. Мы подумываем о том, чтобы уйти, потому что нервы уже не выдерживают тут. Слишком тут утрирует ситуация. К черноу отношусь нормально. Нормально отношусь к девушкам с иностранцами. Мои идеальные ресницы, потому что у меня их много. И они не портятся. Наращиваю я с того момента, как пришла на проект. У меня вот мой цвет волос русый. Привет. Моя попа была всегда шикарная. А сейчас она просто худая, потому что я очень сильно похудела. Да, на ТНТ 700 тысяч стоит минута. Но я не получаю эти 700 тысяч. Но то, что показали меня, это 700 тысяч надо заплатить. Я сбросила 10 килограмм. Хотите, я выставлю пост до проекта, какая у меня была фигура. И какая у меня сейчас ужасная. Да, я в Стане очень старалась делать по пенсию. Я очень жестко ходила в зал. Я была анорексичкой раньше. Когда я рассталась с первой любовью. Я была анорексичкой. Потом ходила очень жестко в зал. Накачалась. И пришла на дом 2. Сейчас вешу 50. На проект пришла весила 48. Рекламные деньги получаю 40 тысяч. Ну вот, за 9 месяцев на проекте я разжурела. За месяц разжурела я на 10 килограмм почти. Ну и потом с Лешей начали встречаться, я схуднула. Ромашов ни с кем. Я на проекте 9 месяцев. Я похудела из-за нервов. Я не делала совместные эфиры, извините, котики. Столько же. Валера и Ира не были фикцией. Я не считаю, что я в 19 выгляжу на 30. Вы, походу, 30-летних женщин не видели. Мы с Лешей будем в Эстонии с 22 по... По... Нет, с 21 по 24. Стойте. Стойте. Стойте, мне надо посчитать. Нос 2, нос 3, нос 4. Нос 2, нос 3, нос 4, нос 5. Короче, за спроту 25. Какая она. Кошка еще не родила котики. К Шевцовой отношусь параллельно. Я 170 ростом. А сколько Марина Африкантова получает? Тут просто расскажите мне, пожалуйста. Блять, просто... То, чтобы вы, например, обычный человек, попали на ТНТ, вот просто вы захотели попасть в эфир, вы должны заплатить 700 тысяч. Но так как я на телепроекте, я не плачу это. Нет, не выпали. А ты иди нахуй, если тебе неприятно. Марина Африкантова не получает 250 тысяч. Я вам скажу, что тут самые большие рекламные деньги это 150 тысяч. Ну, блять, тебе на вид, походу, полтос. Да, брою сама рисую. Котята будут жить со мной 2 месяца, потом я отдам подписчикам. Хуево думала. Нахуй посылай ебнутых людей. А ты иди оплати себе, блять, развлечения какие-то, чтобы мне фигни не писать. Нет, не дают алкоголю в любое время. Спасибо. Блин, ну сколько времени? Два ночи. Все, мне надо спать, ребятки. Все, всем пока. Челюю, обнимаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...